Доброе утро! У нас сегодня даже солнышко немножко с утра. В ложек, небольшой в ложек, как вы правильно назвали, соляночка, обо всем по чуть-чуть. Кому интересно, оставайтесь. Приятного аппетита! Утро у меня сегодня начинается не с кофе, а с чая, с моим любимым лимоном. Ой, какой цвет красный, как крокодил. На самом деле, просто чаек. Так что, всем здравствуйте! Ой, голубки! Слушайте, иду, голубки! А у меня в сумке теперь, как вы научили, хлеб нельзя, булку нельзя, лежит вот такая овсянка. Такая овсянка. Ей можно, что ли, или тоже нельзя? Попробуем. Идите ко мне, идите, идите, цеп-цеп-цеп-цеп. Как одной рукой-то. Так, ну что, вроде процесс пошел. Слетелись тут. Сейчас на велосипеде проехали, распугали. Кушают. Сейчас я еще подсыплю. Тут вот одну изгоюшку сделали, я ей насыпала. Как-то затесалась кашка-малашка. Сейчас семечек куплю. Или семечек нельзя? Хлебом уток нельзя. Хотя кормите, Танечка, кормите. Вот дедунишка у меня сейчас, вот сказал, дед, можно, не можно. Он б закурил свою самокруточку. И потом, потягивая слова, сказал, Танюшка, ты, милая моя, логику включи. Вроде как умная женщина-то. Вот тебя заставишь есть то, что тебе не нравится. Он говорит, заставляйте иногда. Так что, говорит, ты пробуй. Так, ряды подтягиваются. Надо подсыпать. Ой, а изгоюшка-то у нас уже в компанию, да? Так, ребятки, ну здесь магазин рядом, я вам сейчас что-нибудь куплю. И кашки куплю, и семечек куплю. А вы уж решайте, что кушать будете. Красавцы. О, привет. Так, ладно. Это Таня называется, быстренько в магазин сбегает. Картина Репина. Таня быстренько, а вот ещё, ещё, ещё идёт. Так-так-так-так-так-так-так-так. Давай-давай-давай-давай, подтягивайся. Таня быстренько ходит в магазин. Картина Репина. А, прочухали? На горшке тоже я выступала. Так, ладно. На обратном пути встретимся. Пока-пока. Так, в общем, идти мне в другой магазин, в дальний. Так что снимать я перестану. Быстренько надо сбегать. Ну всё, быстренько. Всё, там всяких голубей найду. Потому что к лимонам сушёным. Лимон сушёный. Он прям сушёный. Да. Добавился ещё лимон с плесенью. Вообще шикарно. Ну а что, сыр с плесенью, то он полезный. Но здесь выбрать нечего. Пойду я побегу в магазин. Да. Если бы я была товар ведом. Одна восьмая часть, наверное, только осталась всего здесь. Обидненько. Но это ближний магазин, а я ценю время. Ой, вот хлебушек я куплю здесь. Как же он мне нравится. Волчи с бабушкой в деревню придёшь. Она пока там тра-та-та, тра-та-та про новости. Хлебушку купит. Всю корочку отгрызёшь. Хорошо. Вы же только гляньте, что я купила. Вот не спрашивайте, вот зачем оно тебе, Тань? Для фотографий. Я надеюсь, оно розвенькое. Итоги месяца. Буду подводить. Буду мочал. Так, сейчас посмотрим, розвенькое или не розвенькое. На солнышко вышло. Розвенькое. То, что надо. Ой, аромат. Аромат тот эссэршский. Эссэршский. Вот. В общем, сфотографирую мочалку. И подарю бабуленьке одной. Она мне, правда, заказывает изредка-изредка кусочек мыльца. Я как-то приносила ей жидкое. Она говорит, ну что это за баловство, Таня? Кусочек. Яйца, хлеб, тушёнку. Я ей покупаю всегда. Да, а мыло время от времени. От. Это для той мочалочки, тоже для фотографии. Даже распаковывать не буду. Вот так положу. Так, пойдёмте-ка на солнышко. А друго ж дело. А друго ж дело. Вот. Мне кажется, она под цветом. У меня этикеточка под цветом. Может, внутри. Не знаю. Даже распаковывать не буду. Подходит под ту мочалочку, которую я сейчас свяжу. Скоро свяжу. Вот. И отдам прямо из мочалки. Я спрошу. Надо? Пусть возьмёт. Не надо. Вон это запихаю от моли среди вязанных вещей. В общем, для фотографий. Кусковым я давно не пользуюсь. А что-то такая ностальгия нашла. Красота, да? Вы же посмотрите, что я вяжу. Тань-то вроде связала. Ну, а значит, переписываемся с одной прекрасной женщиной. И она говорит на моё... Хорошо, что пряжи хватило. Говорит, там ещё на целую резинку твою хватит. На сантиметров 7-8. Говорит, да ладно. Вот этого. А было даже ещё чуть-чуть побольше. Вот я уже сколько провязала. Она говорит, Тань, бобинные пряжи, это вот, ну... То есть просвета, говорит, даже ещё нет. Вяжи спокойно. А я боюсь. Я боюсь, потому что ну что здесь? Она говорит, я тебе отвечаю. Хватит на резинку, если не больше. И тогда я решила свою... Потому что лён, кто говорит, тянется, кто говорит, подсыхает. В общем-то, видно, да? Вот, наверное, прям... Где уже был стирный полотно, где нет. Вот эту часть, что была резиночкой, я распустила и связала лицевой глади. И уже заново вяжу резинкой. И, наверное, можно было ещё, так понимаю, пару сантиметров подвязать. Но мне и так длина устраивала, просто лишь бы не села. Лишь бы не села. Я сейчас как-то не на длинные, а на коротенькие. Ну как, для себя коротенькие вещи. Но раз можно довязать и не переживать, я, конечно, это сделаю, потому что, ну... Пряжи, как оказывается, действительно много. Когда я привыкну к бобинке, я не знаю. Вот я подсоединила. Потом спрячу боковой шов, узелочек. Да, здесь несколько рядов. Ещё лицевыми. И вижу резинку. Теперь я не просто спокойно, а суперспокойно. Длина у меня не на грани, ну, хотя бы так. 52-55 сантиметров. А длина уже прям вот, ну... Прелестная. Этой вот разницы заметно точно не будет. Одна стирочка, и всё будет... На камере даже сейчас незаметно. На его заметно больше. Это полотно ещё раз постирается. А вот сейчас пересела от окна, и совершенно правильно смотрится полотно. А вот лицом к окну сидела. Там было не тут. В общем, я довязываю уже готовую вещь, пока новенького не начинала. И мне очень нравится, что... Вот знать бы, как вы к расходу бобиной пряжи привыкаете. Я тоже когда-нибудь привыкну. Тут я знаю, что ещё. А вот здесь побоялась. Освободила корзинку от недавнего процесса. Здесь были моточки твида. И положила вот это очарование. Ролик у меня есть. Называется свадьба пряж. Посмотрите, какие пайетки. Я что-то хочу с пайетками. А так как блеск не люблю, может быть, просто пока не люблю. Вот. Бесцветные или как это... Вот они такие интересные. Соконспирировались. Я вам показывала с двумя ниточками пряжи, которая была в бобинке. По 33% здесь лен, хлопок и вискозу. Выучила. Кто деревня называет деревенькой, кто крестьянка. И вот образец. Он шикарен. Мне нравится. Единственная спица, когда две ниточки и бобинка. Три. 25 надо брать. А мне хочется довести до трех с половиной. Ну, это еще можно взять одну такую ниточку. У меня есть. Я еще подумаю. Я не вот завтра начинаю. Люблю возревать. Вот так смотреть и возревать. Прям вот обожаю. Потом можно какой-то другой корнепроцесс взять. Бывает такое часто. Вот у меня лидия есть. Вот такого цвета. Ее много. Тоже была бобинка. С одной стороны тоненькая ниточка. А с другой стороны спицы уже можно взять спокойно три с половиной. Я не буду вязать образец. Мне жалко вот эту пряжу. Я уже для себя все поняла. Как и что. А вот слизи я определюсь, будет она или будет еще один моток этой крестьянки. вообще конечно по цвету сюда бежевый лучше подойдет. Но мне не хочется уводить в беж. Мне хочется вот такой какой-то кофейный. Хотя бежевый лидия у меня есть. Это не полный моточек. Я уже куда-то... А! Песочный кардиган по-моему. Мне даже кажется, что лидия вот такого кофейного цвета она на образце менее заметна, чем бежевый. Хотя бежевый вроде как действительно поддерживает оттенки. Я называю это овсянкой, а это пшеничные хлопья. Как бы не набрать. Да, посмотрела пшеничные хлопья. Конечно, вот бежевый вроде как под пшеничный хлопья подходит. Но маскируется эта нитка тоже прекрасно. Вот, найди где что. Я еще подумаю, потому что между двумя процессами у меня как бы разговор ведется. Но сначала надо довязать зелененьку. Ждет меня еще голубой джемпер. Вообще к нему не приступала. Но корзиночка будет будоражить, мотивировать или наоборот уводить в сторону. Пусть пока вот так все полежит. Странно, вот совершенно не подходит цвет. Это полушерсть. Лидия полушерсть. Я не знаю сказал или нет. Но тем не менее очень мне она нравится. Возможно просто третий клубочек добавлю вот этой вот деревеньки, крестьянки. Не знаю. В состав что полушерсть, что вот лен, хлопок и вискоза очень хорошо подходит. Здесь хлопок 80 с чем-то процентов. Совсем чуть-чуть кашемира и совсем чуть-чуть шелка. Прелесть. Я, конечно, восторгиваю. Вот так подходит беженькая. Кто нам мешает? Я подумаю. Я подумаю. Да, здесь, конечно, хлопок рулит. Суховатая такая вещь получается. Ну, полюбив хлопок, я воспринимаю это как прелесть прелестную. Ну, а кашемире в маленьком со процентном соотношении говорить нечего. Он свое дело сделает. Я довязала мочалку. Она не такая большая, может быть, как традиционно. Я ее так подростковой называю, но она вполне женская. Мочалочки, так считаю. потому что длинненькие-длинненькие у нас эти ручки. И пользоваться ей очень удобно. Я ее подарю, поэтому пока она у меня здесь, хочу отфотографировать. Фотографировать я очень люблю, самоучкой все это делаю. Мне вот показалось, что это полотенце подходит по цвету, а нет. То самое мыльце, которое мы принесли. Сейчас мы что-нибудь придумаем. У меня есть где-то час-полтора, пока солнышко вот именно в таком расположении не скрылось за дом, который рядом. У нас вообще сегодня такая погода хорошая. Так, я отвлеклась. Что сюда еще может подойти? Это свечечка, вполне ее можно использовать. Сейчас я подумаю, как. Не хватает здесь какой-то свежести, поэтому белое полотенце, по-моему, тоже может быть, как. Я сейчас подумаю. В общем, здесь осталось расположить. Конечно, здорово, когда вот здесь бы находилось хотя бы часть, как это сказать, полукругом прям захватить из дерева в бане. Ковшики, тазики, вот что-то здесь, вот если бы так было, то все это взыгрывало бы больше. Ну, вот как-то так, на мой взгляд, не профессионала это может выглядеть. А дальше остается только перемещать. порой от какой-то детальки от маленькой детальки будет зависеть то, как вообще это все будет представлено. Поменяем местами сейчас что-нибудь. Вот так вот еще сфотографируем и все. И я могу спокойненько отдавать мочалку, не дожидаясь конца месяца. Даже вот как подойти, да? У меня мамочка очень любила смотреть, как я вот делаю раскладки, фотографирую варжонки, там еще что-то. И когда она была еще в уме, когда болезнь не завладела ей, она все говорила, Танюшка, ну в кого ты такая вот? Это ведь надо уметь, посуметь. Я говорю, мамка, так методом тыкаю. А потом она что-то делаешь, спрашивала меня, когда уже деменция развелась. Он говорит, фотографирую. А куда карточку? Ну как вот ответить, куда, что, как? Покажи карточку, вот у нее карточка, это лицо, портрет. И я вот, чтобы не фотографировала, показываю там что-нибудь другое. Сложно, конечно, было, но было. Так, ну и розинку сфотографируем. Я думала, будет написано земляничное. Значит, вот если свечечка в первом случае являл основной фон, хотя понятно, что из деталей, здесь она будет действительно деталькой, так необходимо. Сейчас мы посмотрим из Берлинга еще. Вот, немножко романтий добавим. Ну, вот так неплохо. И причем, знаете, тоже вот все определяет мелочи фотографии. В другой раз бы я вот этот рисунок наоборот убрала, и без него была бы фотография одна. Я не знаю, лучше ли хуже, но вот такой рисунок на полотенчике, вот и на данном случае, это тоже деталь. деталь фотографии. Нужна она или не нужна, здесь уже путем проб можно понимать. Вот так я попробую. Вот видите, беленькой добавила, тоже уже интересно. Мне кажется, здесь свеча уже как-то лишняя стала. Вот эти два цвета вполне, да, такой белорозовый зефир. Полотенце я сделала фоном, потому что не в обертке мыло и как-то на диване не очень, поэтому сюда просится, по-моему, белая мыльца или и белая мыльца, то есть два мыла они могут взыграть. Совсем другой разговор, чтобы там не делать рекламу, можно рисунком. У меня тут только такое мыло белое, можно, конечно, по кипельни был. У меня вообще кускового мыла-то хозяйственного, можно два кусочка найти. И то тоже жидкое. И вот кажется, что мочалочка она как бы ну и не главная героиня совсем, да, этого снимка. Но это не так. Все детально. Кручу, верчу я до того момента, когда мне нравится. Вот так вот я оставлю, сделаю фотографию. Увидим мы ее в конце февраля. Тут прям вообще даже целиком можно сказать видно. Несколько снимков я вот пока с вами разговариваю, делаю, потом оставляю один. Компьютер засорять не нужно. И если меня вовремя не остановить, боюсь, что я могу крутить, вертеть, искать варианты до бесконечности. Вот я все. Я могу проводить часами. Вовремя себя останавливаю, иначе ой-ой-ой. Вот так мы с вами сделали фотографию. Спасибо за помощь, мой добрый зритель. Ого, а это утро следующего дня. Какая сказка, я люблю деревья выния, провода мешают красоте. Проснулась и посмотрела, какая красота. Вот здесь я вам скажу до свидания. Вчера не смонтировала, буду монтировать сегодня. закружили дела домашние. Поэтому смонтирую сегодня утром. Вчера был только мороз и солнце, а сегодня мороз и солнце – красота. До новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова